Житель города Атрау 1967 года рождения, пропавший 12 дней назад, до сих пор не найден. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям продолжают поиски. Наша съемочная группа наблюдала за работой спецотряда и пообщалась с семьей пропавшего без вести гражданина. Более подробнее в следующем сюжете. Пропавший Танышта Корзалеев – житель села Аксай. Он работал охранником в одном из ближайших к его дому заведений. Последний раз ушел из дома 6 марта. И с тех пор о нем нет никаких вестей. Мужчина не имеет собственной семьи. Сейчас его разыскивают родные и близкие. Они просят Атраусов помочь им в поисках брата. Я родная сестра Танышта Корзалеева. Ищу брата. Мы не знаем, жив ли он. В поисках задействованы экстренные службы, волонтеры, полицейские, военнослужащие нацгвардии. Но пока нет результатов. Ему 54 года. Мы просим помощи у всех. Только через 4 дня после того, как пропал Таныш Танышта Корзалеев, его родственники сообщили информацию о нем в соответствующие учреждения. Сейчас в поисках задействованы более 100 человек, включая волонтеров, сотрудников полиции, спасателей, кинологов, солдат нацгвардии, а также и родственников пропавшего гражданина. Мы полностью осмотрели населенный пункт Аксай, место его работы, дорогу от работы до дома. Поиски велись также в микрорайонах Жулдос, Бисыкте, Талгайран, Брлек, Кукте. Теперь еще раз осмотрим все улицы в селе Аксай, все септики, все заросли. Согласно закону, поиски Танышта Корзалеева продлились до 20 марта, после чего они были приостановлены. По статистике, за последние годы в Атараловской области увеличились факты пропажи людей. Так, в прошлом году по области пропало 40 человек. С начала года зарегистрировано 4 таких факта. Напомним, ранее в селе Талгайран, без села Аксай, пропал гражданин по имени Наурыз, который до сих пор не найден. Продолжение следует...